Дорогие друзья, всем огромный привет! Меня зовут Софья, добро пожаловать на мой канал. Я меняю свою жизнь по-лучшему и своими успехами и неудачами делюсь с вами. Совсем недавно, 3 месяца назад, я стала мамой и перед тем, как поехать в роддом, я собирала сумку. Да, именно перед тем, как поехать в роддом, в 40 плюс 1 я окончательно собирала свою сумку. Ну то есть до этого, где-то недель с 35, я что-то потихонечку докидывала в сумку, что-то докупала. Но так, чтобы собрать и снять на видео, я сделала это в 40 плюс 1, мы собрали сумки и поехали первый раз в роддом. Но об этом я расскажу в следующих видео. Потом у меня смонтировать это видео не получилось, потом я уехала рожать, потом я приехала из роддома с ребенком и начался период в моей жизни, который я вспоминаю с содроганием. Но сейчас моему сыну уже 3 месяца и он уже какое-то время может проводить без мамы. Сейчас я отправила своих мужчин гулять собачку и могу снять, сесть видео. И я решила, что я не буду монтировать то видео, я сейчас буду просматривать то, что я наснимала и говорить вам о том, что мне пригодилось, что не пригодилось и что еще я бы с собой взяла. Мне кажется, с уже пройденных родов, с высоты опыта, так скажем, будет более полезное видео, чем то, что я снимала раньше, потому что я смогу дать свою оценку, насколько я правильно собралась. Рядом со мной стоит мой компьютер, я буду смотреть на нем видео и, в общем, как-то комментировать. Сразу хочу сказать, что я руководствовалась при сборе сумки такими экологическими принципами и многие вещи в сумке покажутся вам необычными, потому что никто, я не видела, чтобы кто-то такие вещи собирал с собой в роддом. И мне бы хотелось, чтобы вы с пониманием к этому отнеслись, потому что я считаю, что каждый из нас должен сделать по максимуму для того, чтобы оставить нашу планету, нашим потомкам, пригодной для жизни. И уже сейчас существует экологическая катастрофа и усугублять ее, по крайней мере, я не хочу. Я хочу, чтобы, когда мой сынка мне придет в возрастном состоянии, спросит, мама, что ты сделала для того, чтобы решить эту проблему, я скажу, ну вот, сыночек, вот это, это и это. И для меня это важно, и важно растить моего ребенка в этих ценностях, и поэтому некоторые вещи я не брала совсем в роддом, а что-то брала в более экологичной альтернативе. Итак, давайте смотреть. Итак, это вся моя сумка в родильное отделение. Начнем с верха, с документов. Документы, понятно, что все знают, какие нужно брать, я сразу сделала копии, чтобы долго там не задерживаться. Да, и хорошо, что я сделала копии, мне сказали, что я молодец. С другой стороны, можно было и не делать, потому что никто не делает, одна я такая позаботилась. И мне сказали, что в любом случае, если бы я не сделала копии документов, мне бы их сделали там. Ну, похвалились за то, что я сразу сделала. Также я беру телефон, не этот, я беру тот, на который снимаю, но положила для картинки, что вот я беру с собой телефон, беру с собой бутылочку воды. Это моя многоразовая бутылка, стальная, я налила туда воду обычную. Это очень прикольная бутылка, и вы знаете, я там зазеру вейст и экологичный образ жизни, поэтому пластиковые бутылки с водой не покупаю. Здесь пол-литра, если мне не хватит, мне принесут. То есть там, в общем, есть возможность попросить, чтобы тебе водичку налили в свою бутылку. Моя бутылка никого не смутила. Если мне нужна была вода, я просила принести, как в родильном отделении, так и в реанимацию после кесарева. Да, к сожалению, у меня случилось кесарево, но ничего страшного, я все пережила, и мой ребенок тоже. Единственное, что к этому я бы добавила, это трубочку. У меня есть специальные металлические трубочки многоразового пользования. Я бы взяла, потому что в родильном отделении пить было достаточно удобно. Я не мучилась, но в реанимации тяжело было подниматься, и надо было выпить много воды, и было очень неудобно. Но, тем не менее, я справилась, трубочка, наверное, была бы попроще. Но, опять же, если брать пластиковые, то нет. Но у меня есть металлические, надо было захватить. Эта маска и бахилы я положу сверху, то есть сейчас обязательно ношение маски. В медицинских учреждениях бахилы тоже у меня многоразовые, чистенькие, поэтому тоже сразу кладу сверху, приеду, надену на себя. Бахилы мне не пригодились. Как только я приехала в роддом, я переоделась в резиновые тапочки. Маска мне пригодилась только в приемном отделении, так как в родильном отделении уже никто не просил маску вообще носить, и рожать в маске тоже не нужно было. Так что, хорошо, что я маску взяла, но пригодилась она мне недолго. Естественно, в послеродовом отделении вообще никто маски не носит, ни персонал, ни мамы молодые, поэтому маска только в приемном отделении. И то, я думаю, что, наверное, требовать только в приемном отделении маску большая глупость, потому что потом все равно все вместе находятся. Я, причем, лежала с девушкой, которая считается контактировавшей с коронавирусным, в послеродовом отделении лежала. И она лежала в палате вместе со мной на четырех человек, так что маска тут, знаете, как сказать, даже если она носила маску в приемном отделении, то в послеродовом отделении могла, если бы она болела, заразить всех подряд. Здесь у меня компрессионные чулки. Я имею две пары компрессионных чулок. Одни ношу и другие вот лежат запасные. Соответственно, я поеду в роддом уже в компрессионных чулках. И если у вас такая же проблема, как у меня, то есть отекают ноги или варикоз, я советую чулки надеть сразу дома, потому что в 40 недель делать это самостоятельно достаточно трудно. И вот сейчас я в чулках, мне по утрам помогает надевать их муж. И запасные вторую пару я беру на всякий случай. Вдруг воды отойдут, допустим, или еще случится какая-то незапланированная атака на те чулки, которые у меня на ногах, чтобы я могла их переодеть. Ну, не ходить в мокром или грязном, а переодеться. И если они мне в родильном не понадобятся, то после родов я буду носить чистую пару, а не ту, в которой я рожала. То есть я обязательно беру и на послеродовый период и на роды. Но у меня такая проблема, у меня проблема с ногами. Если у вас проблем с ногами нет, то можете спокойно надеть и в роддоме. Единственное, что хочу сказать, это то, что я бы посоветовала не брать все-таки в упаковке, а достать из упаковки, постирать и потом чисто надевать как-то на себя приятнее. На самом деле сейчас я понимаю, что даже третья пара чулок мне бы пригодилась. Первые чулки у меня износились за первые сутки родов. Перед кесаревым сечением у меня прошли сутки в родильном отделении. За это время у меня было много процедур и просто те чулки, которые были на мне, стали грязными. Перед кесаревым я надела другие чулки. Мне помогла акушерка моя. И после кесарева те чулки, которые у меня были на мне, я носила буквально до выписки. То есть вот как их надели перед операцией, так перед выпиской я их и сняла. И я думаю, что если бы у меня была третья пара, которая бы была чистая, свежая, я бы в тот момент, когда у меня были силы, переодела и в послеродовом находилась бы в них. Но, к сожалению, третьей пары у меня не было. А первые уже были грязные. И покупать, гонять мужа я тоже не стала, потому что их надо купить, их надо постирать, их надо высушить. В общем, пока бы это прошло, мне бы уже была пора выписываться. И я нисколько не пожалела, что взяла две пары. Также беру полотенце и носовые платочки. Да, я их не глажу. Я не вижу смысла тратить на это свою жизнь. Опять же, платочки не бумажные, а вот такие вот тряпичные. У меня сильный ренит беременных, поэтому, в принципе, я очень много пользуюсь носовыми платками. Но я думаю, что на роду трех мне вполне хватит. Полотенце и платки мне особо в родильном отделении не пригодились. Платки пригодились протереть лицо, а полотенце не пригодилось. В моем роддоме для рук были бумажные полотенца. И когда мне понадобилось помыться, мне дали пеленки, и ими можно было вытереться. То есть, маленькое полотенце мне не пригодилось. В этой косметичке у меня не косметика, а техника. Будучи блогером, приходится, в общем, брать с собой все, что можешь. Я, конечно, хотела взять мужа, чтобы он снимал, но коронавирус мне помешал. Что у меня здесь? У меня здесь маленькая камера экшн и два к ней аккумулятора. Камера старенькая, поэтому аккумуляторы быстро разряжаются. Поэтому я надеюсь, что на роду мне трех аккумуляторов хватит. Но посмотрим. Также у меня здесь лежит зарядник для телефона. Вообще, посмотрите, какой длинный провод. Это 3 метра. Это провод, который можно таскать с собой по всему родильному отделению. И мне кажется, это самый удобный вариант. То есть, не надо покупать внешний пауэрбанк. Можно подцепиться к той розетке, которую найдешь. И, в общем, с телефоном далеко-далеко ходить. Здесь 3 метра. Мне кажется, это очень удобно. У меня как раз мой провод от зарядного устройства, оригинального, в общем, начало стираться. Появились вот эти провода внутри. Мне как раз надо было покупать новый. Я купила просто не короткий, а самый длинный, который нашла. И, соответственно, где бы розетка ни была, я смогу подзарядить телефон. И дома пользоваться, кстати, тоже очень удобно. Также здесь у меня лежат наушники. Я не планирую слушать музыку во время родов. Но я не хочу слушать кого-то, кто рядышком будет орать, если такое случится. Поэтому, если что, на телефоне просто включу какую-нибудь медитативную музыку. И буду медитировать с наушниками. Также здесь у меня подставка для телефона. И также у меня здесь вот такой вот GorillaPod. Держатель для камеры. Либо можно сделать такую насадку и поставить телефон. Не знаю еще на что буду снимать и буду ли вообще. Ну, на всякий случай взяла. Как вы понимаете, камера мне не пригодилась. Я снимала какое-то время на телефон. Но потом, когда дела стали плохие, я перестала снимать вообще. Потому что, ну, просто было не до этого. Если бы был муж, если бы можно было взять Сашу с собой, наверное, я бы его заставила поснимать. Но сама не смогла я ничего. Не пригодились мне наушники для медитации. Потому что мне было слишком плохо. И потом довольно много времени я была привязана к аппарату, к ЭТГ. И не особо я там что-то ходила. Где-то была возможность поставить камеру и так далее. Ничего этого возможности не было. А вот провод длинный пригодился. Потому что розетка была далеко от кровати. И так как я сутки провела на ней, то понятно, что телефон был разрядился. Поэтому длинный провод был моим спасением. Я просто подцепила телефон. И он был у меня всегда с собой. Я по телефону, естественно, сообщала всем родным, что происходит, как у меня проходят роды. Поэтому длинный провод – это прям находка. Естественно, ни одна подставка, ни один штатив. Ничего мне не пригодилось. Было не до этого. Дальше у меня пакетик с личными вещами. Это маска для сна. Я сшила ее сама с остатков ткани, которые у меня есть, и резиночкой бельевой. В общем, это для того, чтобы, опять же, тоже медитировать. Потому что я не думаю, что можно будет выключить свет. Или, допустим, если я буду рожать днем, чтобы свет не отвлекал от схваток и от родов. Чтобы можно было уйти в медитацию. Чтобы можно было погрузиться в себя. В общем, масочку я такую сделала. Чтобы свет не был в глаза. И также пригодится в послеродовом. Все-таки я буду жить не одна. У меня будет соседка или даже две. И чтобы, когда я сплю, свет, который они включают, мне не мешал. Но тоже масочка пригодится, я считаю. Бальзам для губ. Это натуральный бальзам для губ. Но, правда, в пластиковой упаковке. Два спрея для носа. Один из них гормональный, другой обычный. Это то, что мне выписал доктор. Я специально вот так вот закрываю название, чтобы вы себе такие же не покупали. Но не забываю, потому что у меня сильнейшие рениты. В общем, я без них задохнусь. Расческа, резинка и пилочка для ногтей. Беру сразу с собой в родильное. Потому что, знаете, раздражает, когда сломался ноготь, и ты не можешь его подпилить. Вот сразу в родильное беру. Естественно, тапочки. Маска для сна мне пригодилась. В какой-то период родов она мне очень помогала. А в послеродовом отделении мне это не пригодилось. Ребенок не спал столько времени, чтобы мне вообще было залезть, достать маску и поспать. Я за четверо суток спала полтора часа. Спрей для носа надо было положить, просто примотать к себе. Потому что мне пришлось в какой-то момент просить акушерку, искать в пакете этот спрей. Потому что слишком долго я рожала, и мне нужно было уже подбрызгаться. Поэтому вот такие важные вещи. Нужно класть прямо в телефон и спрей для носа, если он нужен. Для малыша я подготовила вот такой небольшой наборчик. Я вообще планирую дома быть без подгузников. То есть не планирую ими в принципе пользоваться. Но в родильное отделение и в послеродовое возьму. На всякий случай вот эти Мэрисы мне остатки прислала сестра. Остались от ее сыночка. Также беру шапочку и носочки. То, что сказали взять. Одевать я его сразу не буду. Я хочу два часа, которые находишься после родов, в родильном отделении провести кожа к коже. То есть положить на себя малыша, покормить. После того, как нас переведут, там в послеродовом есть огромное количество перенок, буду пеленать. Так как у меня было кесарево сечение, то первый раз одевали ребенка врачи. Акушерка одевала первый раз ребенка. В моем родильном доме есть одноразовые подгузники, которые они используют и они бесплатно выдаются. Вернее не выдаются, но используются в детском отделении бесплатно. Поэтому без меня моего ребенка упаковали. Никакая одежда для ребенка не пригодилась. Но я думаю, что если бы я родила сама, то все, что я взяла, мне бы пригодилось. И для себя беру, соответственно, трусики. Я беру хлопчатобумажные трусики. Я купила их на размер больше, с высокой талией. Вот такие вот, как сказать, бабулькины трусы. Чтобы если будет кесарево, можно было надеть поверх шва. И если не будет кесарево, все равно живот сразу не уйдет. Такие огромные, хлопчатобумажные, очень приятные к телу трусики. И прокладка. Это ночные прокладки многоразовые. Но посмотрите сами на размер. Любые урологические прокладки, там, нервно курят в сторонке. Это мне сразу после родов понадобится. Ну и, соответственно, все остальное у меня идет в сумку для послеродового отделения. Вот такой у меня получился пакет. Я все сложила. Не стала покупать какие-то специальные сумки для того, чтобы ехать в роддом на 4 дня покупать сумки и платить за это 500 рублей. Меня жаба задушила. Я взяла обычный пакет, наклеила бумажный скотч, написала там свою фамилию и имя на всякий случай. И также еще докладываю два пакета тоже, которые у меня завалялись с неэкологичных времен. Один для одежды, другой для обуви. Я беру небольшие пакеты, так как у нас сейчас лето, жара. Не так уж и много одежды мне придется отдавать мужу. И вот пакет на роды готов. То, что я не стала покупать сумки для родов, я в принципе считаю, что правильно сделала. Единственное, что я бы взяла такие пластиковые пакеты прочные. То есть не совсем тонкий пластик, а такие прочные пакеты. Но я взяла то, что было. Мне в принципе было нормально. Не то, чтобы я прям там что-то сильно много рылась все время в пакетах или что-то искала. Обычно небольшой пакетик и вперед рожать. Поэтому, опять же, я убедилась покупать какие-то отдельные пакеты, чтобы... Отдельные сумки, чтобы идти в роддом вообще нет никакого смысла. Просто трата денег. И моя минималистичная сумка в послеродовое. Я купила вот такие вот сидения для унитаза. В общем, в роддельное отделение я не беру, потому что там индивидуальные боксы. То есть никто со мной туалетом одновременно пользоваться не будет. А в послеродовом, понятно, что я буду не одна. Соответственно, я взяла сидения для унитаза. Я взяла вот такую огромную пачку, 100 штук. Я думаю, что мы с соседкой вполне ими воспользуемся. Там же и оставлю. Сидения для унитаза мне пригодились. В принципе, я довольна, что я их взяла. Мне в роддельном действительно они были не нужны. Там кроме меня в палате никого не было. В послеродовом у нас было 4 человека. Так что понимаете, что сидения пригодились. Я взяла вот такое большое банное полотенце. Кубань и вино называется. У меня все тематическое. И второе полотенце поменьше у меня будет из родильного отделения. То есть я взяла его туда. И потом пригодится их послеродово. Также я для себя беру бюстгальтер. Я вообще не планирую им пользоваться. Но так как буду в роддоме 4 дня, то на всякий случай взяла. Потому что молоко может прийти на 3-4 день. А до этого, мне кажется, нет смысла пользоваться. Ну и у меня не такие формы, чтобы без бюстгальтера не обойтись. Беру специально для кормления, естественно. Без косточек и без всяких застежек позади. Чтобы можно было лечь на спину. И ничего не упиралось в спину. То есть вот такой хлопковый бюстгальтер. Беру 2 пары прокладок для груди. Так как молоко может прийти. Вряд ли меня смутит, если что-то испачкается. Но хотя бы на дорогу домой из роддома пригодятся. Это многоразовые, они стираются. На самом деле бюстгальтером я в роддоме не пользовалась. Я знаю, что некоторые девочки пользовались. Мне было не нужно. Ребенок так часто ест, что туда-сюда расстегивать, застегивать этот бюстгальтер. Мне было бы не с руки. И так стараешься как можно быстрее ребенку дать грудь, потому что он орет. И бюстгальтер мне не пригодился до выписки. И прокладки для груди тоже. Первое время идет молозиво, потом молоко. Приходит в небольшом количестве. И вообще подтекать молоко, извините за птыки подробностей, у меня начало совсем не сразу. И в роддоме ни бюстгальтер, ни прокладки для груди мне были не нужны. И на выписку тоже. Но раз я уж их взяла, просто не надо было Саше мне везти бюстгальтер. Я его надела. Но так можно было и не брать. Вполне я бы без него обошлась. В роддоме давали сорочку, и именно в ней я все время и ходила. И еще также нужно сказать, что было очень жарко, плюс 30 градусов. Поэтому чем меньше одежды, тем было лучше. Потому что действительно духота и жара стояла страшная. В палате у меня даже пятки потели. И поэтому никакой лишней одежды, тем более бюстгальтеров надевать вообще не хотелось. Тем более грудь сходит с ума. Организм сходит с ума. Нужно дать максимальную свободу организму. И никаких там бюстгальтеров, короче, если у вас нет, можете не брать. Мне кажется, что если формы не такие большие, то в бюстгальтере, в роддоме нет смысла. Также взяла три пары носков. Я не стала покупать новые. Мне кажется, это бессмысленно. Я взяла те, которые старые. Если что-то испачкается, запачкается, порвется, можно просто спокойно выкинуть. Жалко новые выкидывать. Взяла те, которые не жалко. Также у меня в этой косметичке все, что мне нужно. То есть косметика я ей практически не пользуюсь. И, естественно, в роддоме и пользоваться не буду. Но так как есть место, сразу положила, чтобы, не знаю, на выписку немножко накраситься, если захочу. Также у меня здесь зубная щетка, бамбуковая, старенькая. Опять же, тоже я себе взяла новую, а старенькую положила с собой в роддом. Опять же, если что-то где-то упадет, будет не жалко выкинуть. Бамбуковые палочки ушные. Естественно, ребенка я ему протирать не буду, но вдруг мне пригодится, для себя взяла. Все-таки роддом это необычная жизнь, мало ли что. Зубная паста. Вообще, я пользуюсь зубным порошком, который делаю сама, но думаю, что тащить его в роддом как-то будет неудобно. Отобрала у мужа зубную пасту. Также у меня здесь масло для лица, которым я пользуюсь. Я не пользуюсь кремами. Ланолин лежит для себя, для ребенка. В общем, для всех-всех-всех нужд. Когда-то давно Саша очень много ездил по командировкам до нашей экологичной жизни. И привозил мне шапочки для душа. Я их коллекционировала, но я ими пользуюсь. И вот одну положила тоже с собой. Я голову мою редко. Так что, чтобы не мочить волосы каждый раз, взяла с собой шапочку для душа. Ну и немного косметики тут лежит. В общем-то, это все. Все, что мне понадобится. Я очень мало пользуюсь. Вообще, в принципе, косметикой. Не важно, уходовый или декоративный. После суток в ротах, после кесарева и трех суток без сна дополнительных. То есть, всего четверо суток я провела в роддоме. Я не спала. Никакого краситься перед выпиской на меня уже не хватило. Я просто одела ребенка, собрала свои вещи, спустилась, переоделась в уличную одежду и вышла. Меня встречал только Саша. И мы не те люди, которые фотографируются. Или там как-то пышно. В общем, выписка у нас проходила очень буднично. Он просто нас забрал, и мы уехали. Поэтому косметика мне не пригодилась. Но понятно, что большинству девочек пригождается, потому что большинство красится на выписку. Но, естественно, зубная щетка, зубная паста. Все это пригодилось. Также я взяла с собой две мыльницы. Я не покупала их специально для роддома. Я отобрала те, которые у меня есть дома. Четыре дня Саша тут спокойно без мыльниц проживет. Потом я их верну домой. Взяла мыло. Это натуральное мыло. Оно гораздо безопаснее по составу, чем тот же самый ушастый нянь. И два маленьких кусочка. Это я делала тоже натуральное мыло. Из остатков тех, которые у меня были. Значит, это в санузел мыть себе руки, себя. Мыть голову я там мою тоже мылом. В общем, есть про это отдельное видео. Это на раковину подмывать малыша. Маленькие кусочки. И, соответственно, для этого мне нужно две мыльницы. С мылом я очень хорошо угадала. Потому что ребенок первое время какает никонием. Его нужно помыть. Просто водой не получается. Нужно использовать мыло. И никакой вообще пользы от жидкого мыла я не вижу. Вы когда-нибудь пробовали жидкое мыло набрать одной рукой? Потому что у тебя в одной руке ребенок. И ты одной рукой пытаешься нажать жидкое мыло. Я смотрела просто как девочки. Мои соседки по палате пытались выдавить это жидкое мыло из мыльницы. И вот эта баночка, она скачет, прыгает, падает. У них ничего не получается. Ребенок плачет. В общем, такое действие. Я просто подходила, брала мыло, жамкала его в руке, клала в мыльницу и подмывала попу ребенку. И все было хорошо, все было удобно. Я не знаю, я смотрела миллион видео про сумки в роддом. И все говорят, жидкое мыло удобно. Вот реально мне было удобнее, чем моим соседкам. Поэтому в жидком мыле я не вижу никакого вообще преимущества. Но каждый опять же пользуется сам по себе. Я не пользуюсь жидким мылом в принципе по жизни. Потому что это, во-первых, не экологично, во-вторых, небезопасно для ребенка и для человека. И, в-третьих, твердое мыло выходит дешевле. Поэтому я не пожалела о том, что взяла твердое мыло и две мыльницы. Мне было абсолютно комфортно и нормально. Вот в эту большую косметичку я поместила то, что мне необходимо для личной гигиены. Это многоразовые диски хлопчатобумажные. То есть есть ватные диски. Эти из хлопка сделаны. Я ими редко пользуюсь, но на всякий случай тоже беру. Это можно лицо протереть, можно как-то тоже ребенка протереть. Они хлопковые. Все как бы гигиенично выстирано, отпарено. Вообще-то бумажные диски мне не пригодились. И если мне нужно было умыться, я шла, умывалась и повытиралась полотенцем. Здесь у меня многоразовые прокладки. Одну я вам показала. Это подобные. Я думаю, что мне хватит. Если не хватит, я их там могу спокойно руками постирать, высушить и опять использовать. Здесь у меня трусики. Я купила вот хлопчатобумажные, которые показывала. И еще на всякий случай взяла парочку старых тоже, которые не жалко выкинуть. И можно вот эту косметичку повесить в санузле. И как раз все будет под рукой. Очень удобно. Постирать прокладки, высушить не получится. Потому что, в общем, не до этого. Мой ребенок не спал. Он все это время провел у меня на руках. И вырваться для того, чтобы помыться, умыться не хватало времени. Тем более, постирать прокладку нет. Но тех прокладок, которые я взяла, мне хватило. Потому что в моем роддоме ставили окситоцин. И у меня была кесарева. То есть, выделения у меня были обильные не так долго. И просто тех прокладок, которые я взяла, мне хватило. Потому что, ну, просто столько крови из меня не лилось во время кесарева. И чистят матку дополнительно. И окситоцин помогает быстрому отхождению. То есть, не было такого, чтобы там прям из меня не лило там неделю. Два дня и все закончилось. И все. И девочки по палате все родили сами. Все трое. И у них тоже очень быстро, получается, закончились выделения. То есть, два дня и они перешли на обычные прокладки. Про трусы, кстати, хочу сказать еще, что я очень рада, что я их взяла. Потому что у меня ничего нигде не протекло. И было мне комфортно в плюс 30. Девочки в палате жаловались, что в синтетических трусах, которые они купили, знаете, вот этих одноразовых. Им, во-первых, жарко, во-вторых, некомфортно. И, в-третьих, все протекло. Также у меня здесь вот такое приспособление. Это для того, чтобы подмываться. Я не пользуюсь влажной туалетной бумагой или влажными салфетками. Во-первых, мне не нравится соса в пропитке. Я считаю, что это небезопасно. Особенно для интимной гигиены. А, во-вторых, вот эта штука гораздо удобнее и приятнее. И мягче. Всем советую, кстати, купить. И здесь у меня несколько мешочков под грязное белье. Это вот ветбэк называется. То есть, она не промокает снаружи. То есть, если что-то мокрое, грязное, можно туда положить. Саша может приехать, забрать, постирать и вернуть там чистое. Но я не думаю, что это случится на всякий случай. Также на всякий случай положила вот такие плотные зип-пакеты. Они ко мне достались вместе с заказом. С одним я их сохранила. И туда тоже можно положить грязное. Если нужно что-то высушить, но негде, то есть вот такая сеточка. Туда можно положить, повесить и оно высохнет. Мешок под грязное белье, естественно, мне пригодился. Потому что, во-первых, у меня многоразовые трусы, многоразовые прокладки. Все это я не выкидывала. Также детская одежда пачкалась. Я туда же сложила. После роддома практически все, что я брала, стало грязным. Поэтому, да, мешочки под грязное белье мне пригодились. Это все, что нужно для меня. Для малыша, что я беру? В роддоме будут выдавать пеленки. Я планирую пеленать. Не знаю, будут ли распашонки, поэтому взяла свои. Я взяла 4 штуки. На 4 дня вполне хватит. Это обычные хлопковые распашонки. Если будет жарко, даже ими не буду пользоваться. Беру одни царапки, одни носочки, две шапочки. Думаю, что при такой жаре мне этого вполне хватит. Распашонки в роддоме были, но они были настолько застиранные и порванные, что я использовала свои. И у меня родился немаленький малыш, поэтому те распашонки, которые я брала, они сидели лучше, чем те, которые выдавались в роддоме. Тем более, те, которые выдавались в роддоме, не имели застежек. Они все время распахивались. В общем, было неудобно. В своих было гораздо удобнее. А вот пеленки я использовала роддомовские. Я в них пеленала ребенка. И как только он там писал или какал, я его перепеленывала. Есть такое слово? Перепеленывала. И, в общем, отправляла пеленку в стирку. То есть, в этом смысле мне пеленки роддомовские пригодились. Не пригодились ни царапки, ни носочки. Потому что было жарко. Я не надевала на ребенка. И вообще, в принципе, царапками мы не пользовались. Вообще. И ничего страшного не произошло. Ребенок себе глаза не выцарапал. Шапочка тоже не пригодилась. Тоже из-за жары. Но если было прохладно, я бы использовала. Подгузниками одноразовыми я пользоваться не собираюсь. Но на всякий случай в роддом беру. Мало ли будет кесарево. Ребенок будет в детском отделении. Туда обязательно нужны одноразовые подгузники. Поэтому пришлось покупать. Я взяла Тидо. Это французский бренд. Более экологичный, чем всякий от Procter & Gamble. Но все равно это не экологичный вариант. Это просто более безопасный для малыша. Скажем так. Просто на всякий случай беру. И сестра прислала остатки тех подгузников, которые у нее завалялись. Тоже для новорожденных и для маленьких деток. Тоже Мэри соберу. Про подгузники. Я практически не пользовалась подгузниками. Единственное, когда я воспользовалась подгузником, это когда я уходила из палаты. И усыпив ребенка, я надевала на него подгузник и усыпляла. И если мне надо было уйти из палаты, и чтобы он не проснулся мупри, чтобы соседки не слушали, как он плачет. И использовала подгузник на дорогу домой. Пеленки были в неограниченном количестве. Я его пеленала. Вот. Мне кажется, так комфортнее. Тем более, опять же, в плюс 30. Лучше хлопковая пеленочка вокруг попы, чем пластиковый подгузник. Я считаю, что я сделала правильный выбор. У моего ребенка никаких проблем в роддоме с тем, что я его пеленала, не было. Вместо влажных салфеток для ребенка я беру вот такие полотенчики. Соответственно, есть раковина, есть мыло, есть полотенце. Ребенка нужно подмыть. Если ребенка вообще, я считаю, что нужно подмывать, а не протирать какой-нибудь химозной салфеткой. Вот. Но если нужно протереть складочки, личико, в общем, хлопчатые бумажные, полотенчики мне вполне на 4 дня хватит. Этими полотенчиками, опять же, я пользовалась для того, чтобы протереть ребенка. Там где-то складочки протереть, где-то протереть ему попу и так далее. В принципе, мне было достаточно комфортно. В палате была раковина. Если нужно было, можно было намочить это полотенчико и протереть ребенка. Также срыгивание у него протирать, ну и так далее. То есть, в принципе, полотенчики эти мне пригодились. То количество, которое я взяла, 10 штук, мне было достаточно. и я вообще очень порадовалась тому, что я взяла их. Это уже для ребенка на выписку. Я беру, тут у меня два подгузника, но это потому что два досталось, я не смогла обратно запихнуть. Значит, подгузник тоже доехать от роддома до дома. Простой обычный хлопчатобумажный комбинезончик. Вот такая зайковая шапочка. И если будет прохладно, дождик или еще что-то, трикотажная пеленка. Никаких конвертов, всякой этой ерунды советской. Мне это все не нравится. Все это сложится, кстати, вот в такой пакет. Он мне достался вместе со слингом. Я его сохранила. Удобно на выписку отдельно. Ребячащие вещи сложу. Хочу также сказать, что у соседок по палате были конверты на выписку и я не знаю, как они в плюс 30 заматывали туда ребенка, но я не пожалела, что не брала конверт, потому что своего ребенка домой я везла в автокресле. В автокресло конверт не вставляется, поэтому ребенка выдали отцу в комбинезончике. Он там поумилялся. И мы посадили ребенка в автокресло и поехали домой. Поэтому смысла не вижу тратить деньги на конверт, и он мне не пригодился. И еще налила в такую бутылочку. Это не йогурт, это ополаскиватель для волос, который я делаю сама. Я, в общем, беру на один раз. Думаю, что голову просто перед выпиской помою, чтобы сделать красивую фотографию. Но так-то я по жизни редко мою голову. И у меня все уместилось вот в такую сумку. Я думаю, что все вполне удобно, аккуратно и ничего лишнего. Что еще хочется сказать. В мой роддом не нужно было привозить посуду, потому что там кормили из той посуды, которая есть в роддоме. Причем из нормальной посуды, с металлическими приборами, с керамической посудой. Кружки даже давали. Но, так я поняла, из того, как общались обслуживающий персонал, они были очень вежливые. Все было очень хорошо со стороны питания. Но если у тебя была своя кружка, то ты был победителем. Если бы у меня была своя тарелка, то, в принципе, ничего бы не поменялось. Потому что последний раз там кормили в 5 вечера, а первый раз в 9-10 утра. И поэтому этот промежуток времени было сложно терпеть. Поэтому когда в 5 вечера приезжали кормить, при этом там полдник был в 4, обед был в 2, то в 5 вечера кушать не хотелось. И я просила, можно ли мне оставить мою еду у меня. Мне говорили, да, можно. Я кушала там вечером, мыла за собой тарелку и утром ее отдавала. Поэтому никаких проблем с этим не было. И посуду я естественно с собой не брала. Но если ваш роддом требуется, естественно берите. Ну, в общем-то, вот и все. Нет ничего такого глобального, что мне бы нужно было. И Саша довозил. Единственное, что он мне привозил, это еду. Опять же, потому что вот достаточно рано кормили. И достаточно поздно утром. И иногда мне хотелось перекусить. И я с собой еще брала мюсли, батончики, которые я сделала сама. И они мне тоже пригодились. Саша также мне привозил фруктов немножко, немножко покушать. Но это чисто по моей просьбе. Так, в принципе, в роддоме конкретно у меня кормили хорошо. И мне там было комфортно. Если вы собираетесь в роддом, я желаю вам удачи. Пусть все пройдет хорошо, без осложнений. И вы станете счастливыми мамами, здоровых малышей. А я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера. До новых встреч на моем канале. Пока-пока!